ГИБДД дали официальный комментарий по поводу снижения скорости в городах до 30 км в час и изменения нештрафуемого порога скорости. Все подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это канал Автосправочная. Сегодняшнее видео будет посвящено теме изменения скоростных режимов. В первую очередь расскажу по поводу изменения скорости в городах. Ранее, в конце мая 2021 года, я уже размещал видео, в котором рассказывал, что в рамках шестой глобальной недели безопасности дорожного движения во всех регионах России прошли общественные акции, призывающие снизить скорость в городах с 60 до 30 км в час. Тогда, по итогам этих акций, я как раз говорил о том, что, скорее всего, возможны два варианта. Первый вариант это то, что это были просто общественные акции и ничем это не закончится. Второй вариант, что тем самым готовятся некоторые предпосылки для законодательного изменения скоростного режима в регионах и в городах. Вчера в официальном аккаунте ГИБДД России был размещен видеокомментарий главы ГИБДД России Михаила Черникова. В данном комментарии он рассказал о том, что ГИБДД категорически против снижения скорости в городах с 60 до 30 км в час. С его стороны было такое довольно-таки эмоциональное выступление. В частности, он призвал инициаторов такого снижения скорости самих сесть за руль автомобиля и попробовать поездить по центру города со скоростью 30 км в час. ГИБДД России категорически против снижения порога в городских условиях с 60 до 30 км в час. Мне, как автолюбителю, странно видеть, если мы будем двигаться по дорогам нашей столицы со скоростью 30 км в час по Кутузовскому проспекту, а рядом по раздельной полосе будут ездить машины со скоростью 100-150 км в час. И вообще, в целом, хотелось бы отразить, кто выступает с инициативой до 30 км в час. Сами бы сегодня сели за руль и попробовали продвинуться, особенно в вечернее время, когда уже транспортные потоки разгружены и двигаться с такой скоростью по дорогам города. Здесь же необходимо отметить первое, что сегодня как раз это не в зоне безопасности дорожного движения, а, наверное, в большей степени относящиеся к пополнению каких-либо доходов тех или иных структур и ведомств, которые занимаются именно по автоматической фото-видеофиксации. Поэтому позиция ГИБДД по этому поводу четкая. Никакого изменения скоростного режима в городах не планируется со стороны данного ведомства. Далее, второе – это изменение нештрафуемого порога скорости. Я напомню, с 2013 года в России действует нештрафуемый порог в размере 20 км в час. То есть за превышение скорости до 20 км в час штрафы водителям не приходят. До 2013 года нештрафуемый порог составлял 10 км в час, то есть был в два раза меньше. Последние несколько лет идут неустанные споры на тему того, нужно или не нужно менять этот нештрафуемый порог или оставить все как есть. Последняя информация была весной, в конце весны 2021 года. Тогда в правительстве России поручили МВД и Минтранцу совместно до 1 августа 2021 года прийти к единой позиции. То есть договориться о том, нужно все-таки или не нужно менять нештрафуемый порог на российских дорогах. И, соответственно, эту тему закрыть раз и навсегда. На сегодняшний день рассматриваются четыре варианта по нештрафуемому порогу. Первый вариант это оставить все как есть, 20 км в час. Второй вариант снизить нештрафуемый порог до 10 км в час, как это было раньше. Третий вариант снизить нештрафуемый порог до 10 км в час только на территории населенных пунктов. И четвертый вариант полностью отменить нештрафуемый порог. Ранее в ГИБДД уже неоднократно высказывались на тему того, что они против каких-либо изменений нештрафуемого порога. Соответственно, во вчерашнем своем официальном обращении глава ГИБДД Михаил Черников еще раз повторно подтвердил данную информацию и сообщил официальную позицию ГИБДД, что ведомство против каких-либо изменений по нештрафуемому порогу. Черников еще раз подчеркнул, что прежде чем менять какие-то скоростные режимы и нештрафуемые пороги, в первую очередь необходимо привести в порядок уличную дорожную сеть. Потому что не секрет, что сейчас много где дорожные знаки стоят либо с заниженной скоростью, либо сразу же с учетом нештрафуемого порога. То есть, к примеру, в городах у нас, даже в набережных Челнах, в конце прошлого года, в этом году, много где появились знаки 40 км в час. Видимо, их ставят уже с учетом того, что человек в голове держит плюс 20 км в час. То есть, чтобы добиться городской скорости 60 км в час. Соответственно, если сейчас этот нештрафуемый порог уменьшить или отменить, потребуется пересмотр всех этих установленных дорожных знаков, ограничений и так далее. А также против и той позиции, где администрируемый порог с 20 до 10 км в час по наложению штрафов за превышение скорости. Мы неоднократно эту позицию высказывали. И уже не один год МВД говорит о том, что необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу. Помимо этого, я думаю, здесь также есть технический момент, потому что на сегодняшний день в России более 17 тысяч камер ГИБДД, которые работают в автоматическом режиме. Естественно, они все штрафуют за превышение скорости более чем на 20 км в час, чем разрешено на данном участке дороги. Соответственно, если нештрафуемый порог снизит до 10 км в час, либо полностью отменит, либо, как я уже сказал, изменит только для населенных пунктов, все эти 17 тысяч камер придется полностью перенастраивать, чтобы они работали с учетом всех этих изменений по нештрафуемому порогу. А, соответственно, это, опять-таки, сотрудники и материальные затраты. То есть вся эта перенастройка стоит денег. Придется заключать какие-то дополнительные контракты на обслуживание и прочее, прочее, прочее. Я думаю, в том числе и из-за этого тоже ГИБДД выступает за сохранение текущего варианта нештрафуемого порога. Вот такая вот информация. Надеюсь, она была для вас полезной. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Все, всем удачи на дорогах, всем пока. А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях.